Бизнес-ФМ представляет Под Новый год мы оказались в Третьяковской галерее. Очень странно и очень приятно находиться в абсолютно пустых залах, быть окруженными вот этими шедеврами, по которым мы в детстве по многим писали сочинения в школе, а на другие просто ходили смотреть. Но никого нет. Как вы ощущаете это пустое пространство? Конечно, хотелось, чтобы оно было заполнено зрителями, но, с другой стороны, в пустом музее есть что-то совершенно особенное и притягательное. Наверное, не случайно. Истории, происходящие в пустых музеях, очень часто становятся темой популярных фильмов. Но сейчас я наблюдаю за теми людьми, которые приходят к нам. Это съемочные группы, журналисты. Иногда приходят какие-то особенно важные гости, которые все-таки еще приезжают и прилетают в Москву. И я вижу, как преображаются лица каждого из них. И когда они сюда попадают, потому что, во-первых, запретный плод сладок, закрытый музей, это какое-то место, куда очень хочется прийти. А во-вторых, у людей нет возможности прийти в музей сейчас. А внутренняя потребность, сознательная или подсознательная, очень высокая. И с ними что-то происходит. Когда это произошло уже при запуске музея летом, перерыв был 3,5 месяца. Это было видно. Сейчас мы только что проводили очень ограниченный пресс-показ выставки Роберта Фалька. Надо было видеть лица тех людей, которые ходили по этой экспозиции. Мы очень нужны людям сегодня, и ужасно жалко, что мы закрыты. Я, честно говоря, позволю себе личное абсолютно мнение высказать. Мне непонятно, почему музеи закрыли. В музеи люди не пьют, не танцуют, не обнимаются, как бы это ни было приятно. Но это не происходит в музее. Музейное сообщество не пыталось как-то протестовать? Как это делают? Вы знаете, на самом деле протестные действия это то, что трудно сочетается и совмещается с музеем. Но, с другой стороны, уже государственный музей. Это частные учебные заведения, например, могут продолжать вести занятия оффлайн. А государственные все должны вести онлайн. Тут вопросов нет и быть не может. Распоряжение мэра, приказ Министерства культуры. Я думаю, что все, в общем, понимают, что мы старались сделать все возможное для того, чтобы превратить посещение музея в сегодняшней ситуации в абсолютно безопасное дело. Но мы общественное и публичное пространство, поэтому... Ну, понятно, нечего обсуждать одним словом. Остается вспоминать те явления, и мы сейчас вспомним о них, которые стали в позапрошлом и в позапрошлом году абсолютно новыми, и которые просто вошли в мемы. Это очереди на выставки, причем очереди на выставки, которые были организованы как раз Третьяковской галереей. Как вы думаете, вернется ли это после того, как музей заработает опять? Вы знаете, очередь, хотя очень многие считают, что очередь в музей началась с очереди Носерова. В советские годы очередь была неотъемлемым атрибутом похода в музей на какую-то популярную выставку. Ты должен был обязательно парочку часов постоять в очереди, прежде чем попасть на выставку, или как-то постараться заранее купить билет. Это я помню. На самом деле мы ведь действительно вернулись к этому феномену и создали феномен огромной, непрекращающейся ежедневной очереди на выставке Серова. С одной стороны, это было свидетельством того, что мы попали в яблочко и сделали проект правильно. Мы попробовали действительно напрячь все силы, вылезти из собственной шкуры для того, чтобы сделать выставку событий, потому что уж больно этот художник был достоин такого признания, которое он получил в результате этой выставки. Но очередь, которая, конечно, привлекает дополнительно, ой, если на выставку стоит очередь, значит, надо обязательно идти. Она ведь из свидетельства, в общем, плохого менеджмента музея. В той или иной степени. Просто ни Третьяковская галерея, ни я лично не были готовы к этому. Но уже начиная со следующей выставки, с выставки Альвазовского, мы этот вопрос решили. Решили через предварительную продажу, через интенсификацию продажи билетов онлайн и через прием посетителей по сеансам. То, чего никогда не было в Третьяковской галереи. По сеансам люди приходят в музей Московского Кремля, в оружейную палату. Это традиционно. А в Третьяковку ходили, ну вот как-то берешься, если очередь, постоишь в очереди. Мы научились это преодолевать, с этим работать. Да, очередь есть, но небольшая человек, что если ты прилетел сегодня, а завтра улетаешь, и во что бы то ни было, ты хочешь попасть на выставку Репина. Ну, очередь переместилась в эти онлайн-продажи, там тоже на эти сеансы были очереди, так что дело, в общем, не в этом. Когда вы говорите про советские времена, я тоже это помню, хотя был маленьким ребенком, огромные очереди приходили на выставки, я не знаю, Прадо в Пуштинском музее, то есть это было просто вот туда. Все образованные люди были обязаны попасть, потому что попасть в Мадрид... Конечно, было невозможно. Было невозможно. Это была единственная возможность это увидеть. И вот выставки там, особенно крупнейших, иностранных музеев. Сейчас мы живем совсем другой жизнью. В общем, там все, ну, кроме этого года. Все дороги открыты, поэтому этот ажиотаж давным-давно и очень надолго он исчез, угас. Поэтому мне непонятно, и хотелось бы узнать ваше мнение, почему, начиная с выставки Серова, вдруг так переломилось, так сказать, почему это стало таким дефицитом? Почему стоять в этой очереди стало престижно для, можно сказать, массовой публики? Даже на лабутенах. Да, ну, в этой очереди стояли в том числе и наши попечители, которые, простояв один раз, простояв второй раз, то, в конце концов, самые такие скромные звонили и говорили, что, ну, вот, можно ли пойти... Можно ночью и в пустой зал. Ну, ночью в пустой зал. Это сейчас было только на выставке Рафаэля в Риме, когда они работали 24 часа в сутки. Здесь феномен-то состоял еще и в том, что это была очередь на русского художника. Это была очередь на русское искусство. На которого можно пойти и посмотреть в разных музеях в любой день. Ну, в общем-то, у нас в экспозиции висит 35 живописных работ Серова. Столько же, наверное, в экспозиции русского музея, в зависимости от того, как они меняют свои постоянные залы. Здесь другое. Посмотреть художника в ситуации обычного экспозиционного зала – это одно. Выставка – это другое. Она становится сейчас чем-то другим. Она начинает быть чем-то напоминающим художественное произведение, спектакль. Она тяготеет к коммерсивности, она тяготеет к интерактивности. Даже если ты не используешь современные, раскрученные виртуальные технологии. Она выстраивается так, чтобы оказывать на тебя определенное воздействие. Это выставочная архитектура, это свет, это цвет стен в конце концов. Это то, как ты вешаешь вещи на выставке. Это как ты выстраиваешь экспозицию. Ты ведешь своего зрителя определенным образом. Ты рассказываешь ему определенную историю. Ты доносишь на него определенное послание. И если он сможет, если ты создашь все условия, чтобы он проникся этой мыслью, он выходит другим. Он отказывается от снобизма. Например, мы делали выставку Айвазовского, невероятно популярную. 600 тысяч человек, 485 тысяч было на Серове. Но очереди стояли только из тех, кто из неприкосновенного запаса хочет купить билеты на сегодняшний день. Так вот, мы ее сделали так, чтобы в Айвазовском можно было увидеть не только салонного или очень популярного художника, чьи работы украшали в свое время все российские имперские офисы, а сейчас украшают жилища весьма состоятельных людей. В нем мы видели философа, в нем мы видели человека, который размышлял о бытии, о мироздании, о вселенной. Просто зависит от того, как ты это сделаешь. Что сделаешь камертону? Вот скажите, Серов и Айвазовский – это имена, знакомые подавляющему большинству россиян. Айвазовский, да. Серов, наверное, меньше. Ну, тем не менее. Это такие хрестоматийные школьные имена. И именно на них, так сказать, произошел такой колоссальный, неожиданный, наверное, даже для вас в тот момент ажиотаж. А на имена, скажем, менее известные. Вот сейчас будет выставка Роберта Фалька. Я думаю, она будет, как только откроется музей, вы расскажете об этом, наверное, чуть позже. Какие-то выставки, которые более современное искусство демонстрируют, в котором, может быть, далеко не все понимают, но в то же время, так сказать, сказать, что я видел это, ну, потому что уж Серова-то писали про это сочинение. Первый раз, что Серова видите. Нет, не первый. Что, на ваш взгляд, пользуется большим спросом и почему? Ну, ведь мы же не делаем выставки, исходя только из одного соображения, что пользуется большим спросом. Мы их делаем в силу каких-то очень серьезных внутренних музейных мотиваций. Да, Серова было 150 лет. Да, было 175 лет со дня рождения Репина, поэтому с периодичностью 25 лет Третьяковская галерея делает большие ретроспективы этих художников. Но мы делаем выставки тех выдающихся, очень значимых мастеров, живописцев, скульпторов, которые априори не будут посещать. Но мы не можем их не делать просто потому, что сегодня сложилась такая ситуация, что нашими выставками мы на самом деле пишем новую историю отечественного искусства. Мы меняем угол зрения, мы меняем фокус, мы интерпретируем творчество этого художника или какой-то исторический художественный феномен с точки зрения современного мышления, с точки зрения современного зрителя и современного исследователя. максимально объективно, в отличие от достаточно тенденциозных формулировок в текстах большинства советских искусствоведников. Даже если они были блестящими зимотоками искусства, они все равно должны были рассматривать творчество Репина в определенном аспекте. В духе марксизма, ленинизма и классовой борьбы. В Репине и в передвижниках видели в первую очередь критику современного буржуазного общества и подпитывание как бы революционных тенденций. А эти художники не про это. И если ты видишь на полотнах передвижников нечто, что напоминает тебе обличение, это не обличение, это зеркало, которое художник ставит перед человеком и перед обществом и говорит, «Вглядись, ты такой!» Это далеко отстоит от того образа, по подобию которого создавался человек. Ты должен идти по пути внутреннего совершенствования, ты должен меняться. А это совсем другая история, которая уже восходит к христианскому учению. Поэтому у тебя получается совсем иное то, что предпочитала вообще не замечать советская власть. А мы сегодня это видим, и современники этих художников это видели, и об этом писали. Поэтому мы обязаны, это наша внутренняя обязанность, это та миссия, которую мы выполняем, делать выставки априори обреченные на небольшое количество посетителей. И ты вообще не всегда можешь сказать, какое количество людей придет на выставку. Хотя, конечно, мы это просчитываем, у нас есть бизнес-план. Потом выставки мы делаем на спонсорские деньги, когда общаемся со спонсорами на берегу, то, конечно, встает вопрос о том, сколько вы ожидаете посетителей. И так далее. Где-то мы ошибаемся, где-то просчитываем достаточно точно. Но вот никто не мог на самом деле сказать, что на самую популярную выставку этого года, на которую, кстати, в три последних дня экспонирования выстроилась очередь, которая нас очень волновала. Выставка называлась «Русская сказка» от Воснецова до сих пор. Мы ее открыли в феврале. Она простояла до... с 23 февраля по 18 марта, потом была закрыта, и потом была открыта с 3 июля по 20 сентября. На нее пришло 138 тысяч человек. С учетом того, что в Третьковскую галерею в 2020 году пришло 927 тысяч человек, с учетом первых невероятно успешных двух с половиной месяцев, это фантастический результат. Это фантастический результат. Люди стояли в очереди, а мы психовали, как сделать так, чтобы они держали дистанцию полтора метра. И как понять, когда ты проходишь доли этой очереди, это стоит семья, или это просто отдельные люди, которых нужно отделять этими полутора метрами. Мы очень нервничали. Но очередь была, и на самом деле сам факт этой очереди... А выставка как раз была экспериментальной, интерактивной и невероятно иммерсивной. Мы ее делали со знаменитыми театральными художниками Алексеем и Марией Трегубовой. И это действительно была выставка путешествия, выставка переживания, выставка, где ты делал, как витязь на распутье, выбор, куда тебе идти, в подземное царство в первую очередь, в водное царство или в лесное царство. Это подчеркивает, видимо, то, что выставки сегодня теряют свой классический облик, нейтральное пространство и ровно размешанные картины. Они становятся таким же переживанием, каким является хорошее кино, спектакль. И оно очень сильно будоражит, ворошит человека, заставляет о многом задуматься. Я вообще по профессии выставочник и выставочный куратор. И выставки – это моя страсть. И, вы знаете, я с самого раннего детства хорошо поняла при всем моем тяготении к искусству и к музеям, что Бог не дал мне таланта скульптора, художника, музыканта. Но я хочу быть рядом с этим. И я в какой-то момент поняла, что создание выставки – это тоже искусство. И куратор выставки, работающий вместе с архитектором, сценографом выставки, он, в общем, такой же художник. Только ты создаешь послание, которое сложное, многосоставное, где участвуют самые различные впечатления. Это очень-очень сложно. Скажите, а вот пока в этом году музей в основном закрыт, и выставок нет, по вашему ощущению, не забудет ли публика о том интересе, который она внезапно для себя испытала к выставкам в предшествующие 2-3 года? Я думаю... Но ведь этого не было до, потом это прервали, и вдруг это уйдет. Вы так и не сказали, как вы в целом все-таки понимаете, почему это произошло, начиная с выставки Серово? Потому что это все-таки был переворот. Это надолго? Или это сейчас может погибнуть, потому что из сознания людей это уйдет? Они отвыкли уже. Вы знаете, на выставке Серово это произошло в силу совмещения ряда обстоятельств. Во-первых, звезды сошлись. И этот художник этого заслуживает. Это был мой первый... Он всегда заслуживал. Он висел в постоянной экспозиции. Но он заслуживал того, чтобы его имя ассоциировалось с феноменальным, бешеным, беспрецедентным успехом. При том, что он был интроверт, очень серьезный человек, всегда недовольный собой, всегда пытавшийся нащупать какой-то другой, новый путь, хотя мог почивать на лаврах официального портретиста всю свою жизнь. Тем не менее, он был совершенно другой. И когда я пришла в музей и увидела концепцию выставки и то, как пытаются или хотят представить творчество этого художника, я поняла, что это будет упущенная огромная, великая возможность. И постаралась сделать так, чтобы мы все вместе стали думать о том, как можно сделать эту выставку по-другому. Мы невероятно много работали. Мы как бы старались вызвать друг у друга какую-то очень сильную и мощную реакцию. Мы вступали в диалоги, в споры. Это были те самые брейнсторминги. Мы раскладывали в огромном пространстве кабинета репродукции этих картин, пытаясь сделать так, чтобы, когда зритель зайдет в выставочный зал, он бы остановился, остолбенелся, сказал «Ха!» и был наш. И это получилось. Мы, во-первых, очень хотели. В это вложено огромное количество энергии. Это великий художник. Мы дали возможность каждой его работе раскрыться и вступить в диалог со зрителем. Ведь одну и ту же картину можно подвести совершенно по-разному. Она закроется, она будет казаться работой средней руки, и она может казаться ослепительным, сумасшедшим, завораживающим шедером. То есть сарафанное радио. Сарафанное радио. В современном мире мы сейчас меряемся, вы можете сделать какой угодно прекрасный продукт, который не дойдет до массы. И это серьезный вопрос. Люди, которые работают в музеях, они далеки от этого. Просто в силу своей классической, классического образования и в силу мыслей о вечных ценностях, которыми они наполнены, безусловно. Конечно, мы думаем о вечных ценностях, и мы также думаем о том, что мы служим людям. И это не пустые слова. Но на самом деле у нас есть отдел маркетинга. Сейчас есть, раньше не было. У нас был пиар-отдел. И молодые коллеги из пиар-отдела в преддверии этой выставки сказали мне, давайте мы сделаем ролик и запустим его онлайн. Я говорю, ну хорошо. Только, пожалуйста, бюджет должен быть небольшим, потому что это не просчитано. Бюджет, кстати, формировался на спонсорские деньги. Они сделали ролик простенький, как правда, оживающую девочку с персиками. Сейчас кажется, ну, проще простого, примитивно даже, если уж покритиковать. За две недели мы его запустили за полмесяца до открытия выставки, его посмотрело полмиллиона человек. Вот из этих полумиллиона человек формировалась в том числе та очередь. В первую очередь, которая потом, как снежный пункт, у нас это произошло в первые же выходные, как в кино, успех фильма, первый уикенд. Точно так же, мы открылись в середине недели, мы обычно открываемся в середине недели, чтобы успели выйти все репортажи, все статьи в газетах, чтобы в пятницу уже кто-то, ага, наметил себе, в субботу, в воскресенье, пойду в Третьяковскую галерею на такую-то выставку. Первый уикенд был, четыре с половиной тысячи в субботу, пять в воскресенье, в следующие понарастающие. И потом мы уже понимали, что залы не вмещают людей. И что нужно держать. Или следующие выставки пошли, так сказать, как снежный ком на... Но мы каждый раз... Репродукция, это предыдущего успеха? Нет, это не репродукция этого успеха, хотя Айвазовский, повторяю, художник гораздо более популярный, чем Серов, хотя Серов все-таки более дорогой художник. Его работы очень редко появляются на рынке, достойные вещи, их мало. Нет, мы все время думали... Вы знаете, есть же два варианта переживания успеха. Один вариант... О, все, я нашел. Я нашел средства макрополуса. Все. Теперь буду лепить и дальше пускать в жизнь. А можно понять, что следующий проект должен быть еще более успешным, чем предыдущий. Ты не можешь почивать на лаврах предыдущего проекта. А Айвазовский был вызов. Как объяснить, зачем молодому человеку прийти на выставку Айвазовского? Ну, закаты, ну, луна и что? Нашли ключи, в том числе в современном искусстве и в акценте на глобальность, философичность концепции. Причем то, как сделать выставку Айвазовского, мне подсказал один из самых великих живущих художников. Художник Аниш Капур, который был у нас в галерее, пробегал мимо полотна Айвазовского, остановился, пошел смотреть иконы. Вернулся, уже опаздывал на свое собственное открытие. Опоздал таки. Остановился около Айвазовского, как в Копане. А там две полосы, светло-серая полоса неба и темная полоса моря. Стоять и смотреть? Ну, я не выдержала. И спросила, что вам в этом Айвазовском, о котором в фундаментальной прежней истории русского искусства, академического, вот такой послышен. Ну, не любит искусствоведа Айвазовского. Я скажу, что это примерно абзац на восемь строк. Ну, не знаю, полстраницы, полстраницы, полстраницы. А он говорит, как, посмотрел на меня с изумлением. Он же пытался вот в этом 1871 году, посмотрел на этикетку, сделать то, что пытаюсь сделать я. И то, что сделать практически невозможно. Отразить бесконечность. И тут я поняла. Вот. Вот подсказка, которую я искала. Вот то, о чем мы будем говорить на выставке Айвазовского. Что он про бесконечность. Да, есть красивый Айвазовский с закатами, с ночной Феодосией, ночным заливом на Золотой Рог. А есть Айвазовский философ. И тому множество подтверждений. Его брат-монах Мухитарист. Его возможное гипотетическое знакомство с Торнером. В принципе, часть творчества Айвазовского это наш русский Торнер. Вот. Поэтому мы в каждой выставке, а потом Айвазовский было 600 тысяч человек, потом был Верещагин, 330 тысяч человек, хотя вот точно не про Отрадное, который так стремился изображать Серов. Потом Репин, 601 тысяча человек. Бой за билеты на сокровище Пинокотеки Ватикана. Самая дорогая цена, заплаченная за билет на эту выставку, они разлетались онлайн за полчаса, было 28 номиналов. 28 номиналов? Номиналов, да. А в деньгах это сколько? Ну, 14 тысяч рублей. 500 рублей стоил билет. Безумно сложно было попасть на выставку Эдварда Мунка. Мы вообще делаем проекты партнерские со многими мировыми музеями. Это напоминает тот ажиотаж, который мы в советское время переживали, потому что Мунка в наших музеях, когда захочешь, не посмотришь. Нет. Это реально единственная возможность? Или тебе надо ехать куда-то там? В Остл? Там ясно, куда надо ехать. Надо ехать в Остл. Не каждый день доберешься. Вот все-таки технология. Во-первых, давайте вернемся к моему вопросу. Вот это, так сказать, пошла волна. Уже появилось большое количество любителей. Потом это просто уже стало считаться в приличном обществе. Нельзя не сделать. Все идут. Ну да, вы и правы. А что в этом плохого? А что в этом плохого? Это все хорошо. Чиновники, у нас на выставку Серов президент пришел. И на Ватикан президент пришел. И на Сарьяна президент пришел. Конечно. Он в театр реже ходит, чем на выставке. Считанные разы. Но сейчас все это прервано. Кажется, что вы хорошо чувствуете публику. Что вы чувствуете по поводу вот этой постановки на паузу? Это не так долго было, чтобы вошло прямо в такую постоянную привычку? Что вы думаете? Вы знаете, здесь есть несколько соображений. Первое соображение. Люди опасаются. Понимаете, когда закрывают музей, и обозначают тем самым, что музей опасное место. Кто-то задумается. Я совсем не говорю. Задумается серьезно. Я помню сама, с каким страхом я шла на первый концерт в зал Чайковского после того, как отменили запрет на концерт Дениса Мацуева. Как я боялась оказаться рядом с людьми. Да, все сидели в масках, да, все сидели через одного. Но буравила мысль. Мне это, конечно, ужасно нужно. Потому что, да, я слушала Мацуевский онлайн-концерт. Да, я сидела после конца изматывавшего тебя бесконечного общения в зуме, когда ты свою энергетику пытаешься передать через вот этот технически равнодушный экран. И понимаешь, что она разбивается о него. Ты не можешь ее передать. Не проникает, не проникает. Ты используешь гораздо больше сил для того, чтобы убеждать или приходить к решению какого-то вопроса. Меня эта мысль мучила. А потом я просто поняла, что это настолько необходимо. Вот мне необходимо слушать вживую музыку. Мне необходимо вживую пойти посмотреть спектакли. Мне нужно пойти в музей или выйти просто в зал Третьяковской галереи, благо съемок за это время было много, и вновь выглядеться в какие-то любимые работы и подпитаться этим. Это первое соображение. Второе соображение. А ведь количество зрителей сильно меньше еще и потому, что люди не приезжают в Москву. В отличие от Эрмитажа, музеев Кремля или даже Пушкинского музея, мы не столь существенно опираемся на зарубежного зрителя. Я старалась поднять, было 10% в 2015 году, сейчас 13% было в 2019 году. Посетителей из-за рубежа разница небольшая, и процентное соотношение не столь существенное. Но мы были любимый музей людей, зергенов, которые постоянно приезжали сюда. А когда у нас разворачивались такие выставки, как Серов, Айвазовский, Репин, они приезжали специально на эти выставки из Подмосковья, из Ярославля, из Ростова. То есть оттуда, откуда можно на автобусе днем доехать, экскурсия немножечко по Москве и обратно. Сейчас эти люди не приезжают. И пока они не начнут приезжать, эта часть публики будет смотреть нас онлайн. И именно поэтому мы, сделав невероятный прорыв в онлайне весной этого года, мы продолжали эту работу и будем ее продолжать даже тогда, когда откроемся и, дай бог, больше не закроемся. Потому что мы знаем, что еще долгие месяцы, а может это продлиться и годы, людям трудно будет приехать в Москву. Это, а, дорого, это путешествие, путешествие небезопасно и далее, далее, далее. Но когда мы открылись, мы видели, что к нам приходит в начале 25% наших зрителей в июле. В августе уже 50%. Смотрите, какой рывок. 25% плюс 45 в сентябре. Неплохо. И потом с ростом заболеваний это пошло резко на спад. Мы, дай бог, принимали те самые 25%, которыми ограничили концертные и театральные залы. Ну, а потом нас закрыли. Мы не можем ждать очень быстрого возврата к тем цифрам, которые у нас были до этого. А 2019 год был для нас самым успешным годом, вообще самым успешным годом в истории Третьяковской галереи. 2 миллиона 836 тысяч человек. Мы вошли в первую двадцатку в мире впервые по рейтингу, самому главному рейтингу популярности и посещаемости музея. Впервые. Эрмитаж там всегда. А вот Третьяковская галерея как художественный музей вошла туда впервые. А мы завязаны на ноги. Что вы лично освоили в интернете за это время, пока вот так вот жизнь стоит на паузе? Ну, конечно, я смотрела канал Мецца. Какой? А, канал Мецца. Ну, я не в интернете, я не человек интернета. У меня вообще маленький экранчик. Первый толчок к этому большому успеху, я имею в виду в плане... Был ролик. Да, да, да. Я прекрасно... Мы просто зажаты в интернет сейчас, поэтому интересны ваши впечатления. Я прекрасно понимаю... Что вы открыли для себя за это время там. Хорошего и плохого. Я, например, открыл очень много плохого. Иногда его хочется отключить, на мой взгляд. Вы знаете, я достаточно ограниченно пользуюсь интернетом. Во-первых, я не в соцсетях. И не буду в них никогда. Я пользуюсь интернетом для поиска какой-то определенной информации. Каких-то изображений, картинок. Для того, чтобы просматривать все новости. И, конечно, я в интернете, потому что я бесконечно отвечаю на ватсап, на смс и на имейлы. Я человек, который отвечает немедленно. Телеграфным стилем, но немедленно. Потому что иначе все, ты забыл, это провалилось, а потом ты с ужасом вспоминаешь. Это функционал. Я хочу ваши впечатления от интернета как культурного пространства. Это же все-таки культурное пространство, как неотвестность. Я заходила с помощью интернета, конечно, на стриминговые платформы. На Netflix, на ОКО, на ИВИ, благо на ОКО, стоял наш фильм Третьяковка со Шнуром и Третьяковка с Хабенским. Сотрудничество с ОКО было таким очень интересным опытом вот этого тяжелейшего года и невероятно положительным. Качество, профессионализм. Это вообще, эти два фильма, это прорыв в зафиксированном на камеру разговоре об искусстве. И замечательно, что этот прорыв был так поддержан и оказался востребованным. А если при этом использовалась популярность Сергея Шнурова, ну так что в этом плохого? Мы с ним работали, кстати, уже третий раз. И мне очень интересно нравится с ним работать. Так вот, смотрела канал НЕЦА, смотрела прекрасное кино, которое раньше видела, которое было для меня каким-то определяющим опытом, которым я вернулась. В эти дни смотрела все серии молодого папы и другого папы, поскольку мы делали проект с Ватиканом, выставку из Ватикана здесь, с спекулянтами, выставку в Ватикане, которая была одной из самых лучших выставок о русском искусстве, сделанной когда бы то ни было. Делали мы в крыле Карла Великого. Я имела невероятную честь водить по ней 40 минут Папу Римского Франциска. И он считал все смыслы к вопросу о том, про что выставка. Это не картины повешенности, это про смыслы, про сопоставление и соединение, про толчок эмоциям, впечатлением и мыслям. А вот во все остальное я даже и не залезала, тем более, что мне вполне хватало интернета в рабочее время, мне хватало Зума, Скайпа, СМС, Ватсапа и своей почты для того, чтобы после окончания рабочего дня все это отодвигать. Мы накануне Нового года. Мы на радио, мы в том числе в Ютьюбе. Пожелайте что-нибудь, скажите что-нибудь, с чем проститься с этим годом, с плохими мыслями, забыть о нем, вынести из него что-то новое, ценное, нужное. Как вообще, это очень необычный год. Как лучше его проводить, с какими впечатлениями, что сказать друг другу. Легко сказать, слава богу, мы не заболели, слава богу, мы выжили, но как бы все-таки мы не на войне. На самом деле, год был тяжелейший. Это был, наверное, самый большой вызов, который стоял перед каждым из нас. И главная задача была еще в том, чтобы сохранить себя самого таким, как ты был. А не отдаться всем страхам, фобиям, опасениям. Тяжелый год, тяжелый еще и потому, что мы вынуждены были во многом отказаться от непосредственного прямого общения, в том числе со своими близкими, от возможностей рукопожатия, прикосновения, объятия, потевуя. И на самом деле, только поняв, что это табу, ты понимаешь, как, казалось бы, эти обыденные мылочки важны для каждого человека. Тем не менее, тот опыт, который мы вынесли в этом 2020 году, это очень важный опыт, который, наверное, лишает нас излишней самонадеянности. И ощущение, что все под контролем, что волевым решением можно все преодолеть, что можно лежать до бесконечности быстро, наращивая обороты. Вот, вычеркну то, что бывает момент, когда приходится остановиться и задуматься о чем-то совсем другом. Пожелания в 2021 году простые, чтобы умудренные вот этим опытом, понимающие, что надо ценить жизнь в тех проявлениях, к которым мы привыкли, что надо ценить и любить тех людей, с которыми ты работаешь, живешь, общаешься, что все чрезвычайно хрупкое в жизни на самом деле. Это очень хрупкая вещь, которая может неожиданно прерваться. Думать о том, что наступить на момент, рано или поздно, в этом 2021 году, когда ситуация изменится, когда мы вновь сможем здороваться за школу, когда мы вновь сможем обновить друг друга, когда мы вновь сможем встречаться, вести разговор, глядя в глаза в глаза, а не через вот этот блокирующий энергетику экран. И самое главное – постараться оставаться людьми, понимать, что существование онлайн-пространства, оно имеет невероятные преимущества и позволяет нам в условиях ограничений продолжать работать с той же интенсивностью фактически. Но это очень опасная штука, и она может затянуть, и тогда чаша весов коснется, и тебе покажется, что это важнее, чем реальная жизнь с реальными людьми, реальными запахами, вкусами продолжать оставаться человеком. Спасибо. Дельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи. С наступающим Новым годом. С наступающим. Спасибо. Продолжение следует...